Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Новгородского областного телевидения программа «Диалог» в студии Светлана Стирлигова. А в гостях у нас сегодня главный врач центра «Хелпер», заслуженный врач Российской Федерации Магомед Асадулаев. Здравствуйте, Магомед Рабаданович! Добрый день, Светлана! С 27 ноября по 3 декабря на всей территории России прошла акция «Стоп ВИЧ-СПИД» в рамках дня борьбы со СПИДом, который отмечается, как правило, 1 декабря. В связи с этим хотелось бы узнать, какова ситуация именно с этим заболеванием, с этой проблемой, как у нас в России, так и в Новгородской области в частности. Действительно, вот массовая акция, она началась 27 числа. Мне посчастливилось быть на открытии этой акции в Москве, где социально-культурных инициатив Медведевой вместе с Минздравом открывали форум для работников центров СПИД. А дальше уже были и отчеты о достижениях, и задачи, которые предстоят перед нами по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. Проведение этих акций оправдано, потому что это говорит об осознании проблемы обществом. Проблемы действительно серьезные, потому что количество ВИЧ-инфицированных у нас более миллиона. В России. В России. И ежегодно умирают около 20 тысяч, тоже ежегодно. И, к сожалению, наша страна является третьим в мире по количеству выявляемых ВИЧ-инфицированных после ЮАР и Нигерии. И последние пять лет отмечалось увеличение количества ВИЧ-инфицированных 10% ежегодно. Вот поэтому в прошлом году была принята стратегия противодействия распространения ВИЧ-инфекции, где намечены конкретные мероприятия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. И подчеркнуто, что проблема эта серьезная, это не только и не столько медицинская проблема, это серьезная медико-социальная проблема. Почему? Потому что, во-первых, болезнь неизлечима. Болезнь неизлечима, хотя в последние годы появились лекарства и возможность лечить пациентов есть, но это лечение дорогостоящее и принимать ее нужно пожизненно. Это первое. Второе. Эпидемия распространяется так, что если в начале эпидемии она возникала среди потребителей инъекционных наркотиков, среди людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, теперь она вышла из групп риска и преобладающим путем инфицированный становится половой путь. В этом случае в зоне риска оказываются все люди, все жители нашей страны огромной. 87% людей, которые инфицированы, они экономически активные, то есть трудоспособные, люди трудоспособного возраста. Увеличивается количество женщин инфицированных. Это влияет на рождение детей и здесь тоже проводится целенаправленная работа для исключения вертикального пути передачи. Поэтому осознание обществом и проведение таких мероприятий направлены прежде всего на то, чтобы довести до людей возможные риски, меры профилактики, и что нужно делать для того, чтобы не заразиться самим и достичь положительных результатов в борьбе с этой эпидемией. Ну вот, как вы уже сказали, в России на сегодняшний день больше миллиона носителей этого вируса и уже больных с ПИДом людей. А в Новгородской области на сегодняшний день какое это число? Количество инфицированных, которые выявлены с момента, вот с 1991 года, с момента появления первого ВИЧ-инфицированного, у нас достило 3431 человек. Из них за это время вот умерло 891, практически каждый четвертый человек. А в этом году за 10 месяцев выявлено 245 ВИЧ-инфицированных. Год еще не завершился, и вот насколько мне известно, так сказать, вот эти люди есть практически во всех районах нашей области, за исключением одного. Действительно, практически во всех районах выявлены ВИЧ-инфицированные. Единственный Мариевский район, где не выявлен вот в текущем году. А так ВИЧ-инфицированные есть во всех районах. Если говорить о пораженности, то есть это количество ВИЧ-инфицированных, выявленных за все время, мы в северо-западном регионе занимаем где-то пятое место, посередине находимся. И основные регионы, где очень высокая пораженность и заболеваемость, это вот в субъекте Кемеровской области, Свердловской, то есть на Дальнем Востоке и Сибири. Основной путь там преобладающим до сих пор является потребление инъекционных наркотиков и прохождение этого трафика наркотического. Ну, там все понятно. Одним шприцом, да, вот несколько человек. Это, естественно, передается от одного другого. Ну, как вы совершенно справедливо заметили, раньше говорили о том, что наибольшее количество больных с ПИДом среди наркоманов и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. А теперь уже, как вы уже тоже нам сказали, что это и в гетеросексуальных парах. Да, вот в нашей области основным преобладающим путем является 80% инфицируется половым путем, то есть и всего 11% это вот среди потребителей инъекционных наркотиков. И единичные случаи практически, оно вот исключено передачей, вертикальной путепередачей, то есть от матери к ребенку. ВИЧ-инфицированные матери у нас рожают и в этом году около 40 детей у нас родилось, и один ребенок ВИЧ-инфицированный. К сожалению, это возможно, когда женщина в период беременности своевременно не становится на учет, не проходит обследование и не принимает соответствующие лечения. Если делать все, как полагается, практически можно исключить вертикальные путепередачи ВИЧ-инфекции. При каких-либо медицинских манипуляциях есть вот случаи заражения ВИЧ-инфекции? В нашей области таких случаев заражения нет и делается очень много для исключения всех медицинских методов инфицирования. Это из донорской крови, тщательное обследование и хранение этой крови. И все остальные манипуляции, то есть обработка инструмента, использование одноразового инструмента позволяет исключить, ну то есть практически исключить при медицинских вмешательствах ВИЧ-инфицированных. Если я не ошибаюсь, в этом году у нас выявлено людей, носителей, во всяком случае, этого вируса на 5% с лишним больше, чем в прошлом году. Ну эти колебания возможны, колебания на 5 человек больше. Вот по итогам 10 месяцев у нас, если в прошлом году за целый год у нас было 293, вот сейчас вот за 11 месяцев уже 273 случаи выявленных ВИЧ-инфекции. Эти колебания, они возможны, возможны еще и потому, что мы в этом году планировали и планируем больший объем обследований ВИЧ-инфицированных. Более активно проводится работа по информированию, то есть обращение к нам за обследованием, естественно, увеличивается. И это не страшно, то есть наша задача максимальное количество ВИЧ-инфицированных выявить своевременно, а дальше уже обеспечить их лечение. И в стратегии одним из основных задач написано и обозначено расширение охвата обследованием. Кроме как лабораторным обследованием поставить диагноз ВИЧ-инфекции невозможно, потому что нет ни характерных симптомов, ни характерных каких-то проявлений. И в общем-то, все коварство заболеваний заключается в том, что в течение длительного времени оно протекает скрытно. Ничем особенно не проявляется, и 8-10 лет человек чувствует себя вполне благополучно. А когда начинаются проблемы, тогда и вот на стыке перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИД присоединяются другие соматические заболевания серьезные, в том числе и онкологические, гнойно-воспалительные, туберкулез и гепатиты, которые быстро приводят к летальному исходу, если не предпринят меры по лечению. Уважаемые телезрители, это программа «Диалог». Сегодня о проблеме ВИЧ и СПИДа мы ведем разговор в этой студии с главным врачом центра «Хелпер», заслуженным врачом Российской Федерации Магомедом Рабадановичем Асадулаевым. Буквально через несколько секунд мы продолжим разговор в студии. Оставайтесь с нами. ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекции – это вирус иммунодефицита человека, он попадает в организм и размножается. И воздействует на иммунную систему, то есть механизм достаточно сложный, происходит угнетение иммунитета. И наступает такая стадия, когда снижается сопротивляемость организма, и она становится восприимчивым к любой инфекции и к любым другим заболеваниям. Любые соматические заболевания обычные, они тоже у спиди-инфицированных протекают тяжело. И в общем-то отсутствие иммунитета, оно приводит очень быстро к летальным исходам, так как развиваются серьезные осложнения, требующие серьезных лечений. Но снижение иммунитета идет постепенно, да? Снижение иммунитета идет постепенно, ее можно уловить тоже путем лабораторных исследований. Но в некоторых случаях, даже значительное слежение тех клеток, по которым судят об иммунитете, человек может чувствовать себя благополучно вполне. И это заставляет их думать, что это заболевание не касается их, они не обращаются. И, к сожалению, когда уже разыгрываются трагедии с присоединением серьезных осложнений, тогда бывает достаточно сложно. И больные требуют серьезного стационарного лечения в реанимационных отделениях с использованием дорогостоящих медикаментов. В каком случае человек должен уже забеспокоиться? Либо это вот просто нужно для профилактики постоянно делать анализ, либо в какой-то определенной ситуации? Анализ делать желательно каждому и знать свой ВИЧ-статус хотя бы раз в год. Хотя бы раз в год. Тем более этот анализ делается бесплатно. И практически сдать на анализ на ВИЧ-инфекцию возможно в любом лечебном учреждении. Сейчас разработаны методики экспресс-диагностики, когда в течение 20 минут можно определить, есть ВИЧ-инфекция или нет. И сейчас в разработке еще находятся такие тест-полоски, которые позволят проводить самотестирование. Потому что для людей даже обратиться, допустим, в наше учреждение, просто обратиться, это раньше было проблемно, сейчас, правда, достаточно широко обращаются к нам и за сдачей лабораторных анализов, самых различных, и в связи с тем, что у нас ВИЧ-инфекция определяют бесплатно, чтобы проводили самотестирование. В этом случае человек может, если определил или заподозрил, дальше за уточнением обратиться в профильные учреждения. Ну, своевременно выявленный диагноз позволяет дальше уже обеспечить охват лечением, диспансерным наблюдением. И в этом случае достаточно много людей, которые не воспринимают диагноз, считают, что это ошибка, больше прислушиваются к тем, которые говорят, что нет ВИЧ-спида, то есть и спид-диссиденты у нас есть, и которые активно продвигают идею, что это выдуманная проблема, проблема для того, чтобы выкачивать деньги фармацевтические компании и прочих. Но любой человек психологически, ему сложно воспринять этот диагноз. Естественно, если он себя чувствует вполне благополучно, причем в течение не одного года, не двух лет, а в течение вот пяти, шести, а то и восьми лет, они не обращаются за медицинской помощью, не обращаются в профильные учреждения за диспансерным наблюдением. Многие из них не сразу получали лечение у нас, так как оно назначается не сразу, а находится под динамическим наблюдением. Прослеживается изменение иммунного статуса и своевременно предпринимание. И принимаются меры и по профилактике, и по лечению, и по профилактике других сопутствующих заболеваний, в частности туберкулеза. Но вот вы уже сказали, что, к сожалению, если уже есть ВИЧ, от него избавиться нельзя, но улучшить состояние жизни и продлить год жизни вполне реально. И качество жизни, и продолжительность жизни вполне реально. И вполне реально обеспечить себе достойную жизнь, в смысле создать семью, обеспечить себе работу и продолжать работу. Так как больной с ВИЧ-инфекцией, он практически ничем не отличается от обычных простых людей и в обычной жизни не представляет опасности. Воздушно-капельным путем заразиться невозможно. Воздушно-капельным путем при объятиях, даже при поцелуях ВИЧ-инфекция не передается. Не передается она и при пользовании бассейном и прочими делами, при рукопожатиях. Поэтому знание путей передачи и методов профилактики – это очень важно для прекращения эпидемии. Но единственным методом, еще раз повторюсь, чтобы установить диагноз – это лабораторное исследование, которое можно пройти и в условиях нашего центра, а сдать кровь на обследование можно в любом лечебном учреждении. Вот среди какой возрастной категории чаще всего у нас такие заболевания? Если в начале эпидемии основной категорией была молодежь и наркотический путь инфицирования, сейчас происходит взросление эпидемии, и основная когорта, которая поражает, – это люди 30-39 лет. Количество подростков, к счастью, уменьшается. Все меньше их, вот у нас 1,4% всего, единичные случаи инфицирования. А в основном это люди трудоспособного возраста. А самый возрастной, о котором писали в этом году, – 98 лет, – Свердловской области мужчина, который инфицировался половым путем. Поэтому возрастного ценза не существует, то есть, к сожалению, могут инфицироваться и новорожденные дети, и люди разных возрастов. Но вот путем обследования и своевременного выявления облегчит и улучшит качество жизни, это возможно. Ну вот если я правильно поняла, да, то заразиться можно через жидкости биологические, да? Кровь, молоко материнское, грудное, и секреты половых желез. Да, поэтому здесь вот основные пути, они связаны, в том числе попаданием вируса в эти жидкости или с этих жидкостей, при внутривенных инъекциях различных и при потреблении наркотических средств одним шприцом от инфицированных, или при проведении различных манипуляций нестерильными инструментариями. Это вот различные и педикюрии, и прочие вещи, которые проводятся там тоже. Это возможно, потому что попадание через кровь. Ну а с молоком матери детей, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных матерей, их не прикладывают. Исключают грудное вскармливание, вскармливают искусственно, и этим самым тоже исключают передачу ВИЧ-инфекции на стадии грудного вскармливания. Ну вот если мои наблюдения верны, да, вот я знаю, что сейчас в молодежной среде, не даром вы сказали, что среди подростков вроде уменьшилось количество заваливших, даже, так сказать, рок-музыканты ведут такую вот пропаганду, да, против спида, против наркотиков и так далее. Может быть, это тоже сыграло такую свою роль? Это, естественно, сыграло. То есть молодежь, она более информирована, в том числе и в этих вещах. И поэтому, ну и с другой стороны, ведь потребление, даже если инъекционные наркотики стали намного меньше, появились другие, которые потребляют вещества. Естественно, потребление их может способствовать более широкому распространению полового пути, вот, из-за изменения поведенческого. И, ну, то, что перешло, оно вот во взрослые группы, это связано с тем, что люди в возрасте, они менее информированы, в том числе о путях передачи и о мерах профилактики. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы нам сегодня все это рассказали. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание к нашей программе. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего доброго, до новых встреч. Замечательно. Магомед Рабаден.